Изменшение складских запасов, открытие новых детских садков и доброе упорядкование дворовых территорий. На сегодняшнем посадочении Гомельского гарвы Канкама различены питания социально-экономического развития города. Загученной информацией ознайомились наши корреспонденты. Для анализу социально-экономической ситуации на ГТР собраний Новобелевский район. В поле зрока все питания, от которых залежит добробыть людей. От выкористания волонтерского руха для работы с инвалидными колясочниками до открытия детских садков. Для новобелевских это, правда, актуальная проблема. Тут самая великая среди районов Гомеля – колькасть молодых семья. Для ее выражения одну установу открыли подчас святкования Дня Незалежности. И еще одна з'явится до Дня города. Что тыжится экономики, то тут основная увага проблемным предприемствам. При тем, что в целом выконваются все запланованные показчики, некоторым субъектам господарения необходимо шукать додатковые махчимости. Размова в первую шаргу об новобелевском комбинате хлебопродуктов и тлушевом комбинате. Жирокомбинат находится сейчас в стадии санации. Есть план санации, есть задачи, которые для него поставлены. И, конечно же, как и жирокомбинат, так и НКХП, они зависят от результата работы сельского хозяйства. Потому что НКХП полностью зависит от того урожая зерна, который будет у нас в сельском хозяйстве. И, конечно, если ситуация сложная на сегодняшний день, конечно же, необходимо предприятию искать другие, скажем так, источники сырья для того, чтобы загрузить свое предприятие. Ещё одно пытание на парадку дня – работа со зворотами громадян. Проводим мы анализ свечить. На местах у сейши застаются факты невыконания установленных терминов и формального подхода сбоку службовых особ. По выявленных фактах до дисциплинарной отказности с початку года притягнуто 7 работников Гарвы Канкама. У якости становшего прикладу работа городской службы – одно окно, что месяц ей послухами корыстается каля 500 человек. Летость тут повелишили колькость супрасовников и поширили списывы конвоемых администрационных процедур, что зарабило одно окно и аще больше запотребованным. В основном у нас по вопросам архитектуры и строительства обращаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. По земельным вопросам тоже обращаются и физические лица, по огородам, по выделениям земельных участков для огородов, для строительства. Коли по скаргах мерковать обыснующих проблемах, то неопошнее место у гэтым списе будет займать будовнейший комплекс. У поравнанье с минулым годом колько скарга у наякость работ повелишилась на 44%. Больше, как на 60% рост воротов по пытаниях работы установок здоровья и деятельностей гаражных кооперативов. Что тыжится конкретных проблемных территорий, то гэты, прежде всего, микрорайоны новобудовлев. Утым лику индивидуальной жилой забудовы Романовичи, где людей не задавальняя истнуючая инфраструктура и транспортное забеспечение. Разом с тем, дякуючи проводимой работе, все лето отрымалося снизить колькость скаргов по пытаниях гандлю из поживецкого рынка, працы, землекористания, адукации, социального забеспечения, а также деятельности правоохранных органов. Возрастает число обращений, связанных с благоустройством. Многие из них, практически 80% на контроле руководства горосполкома. Уже начата работа по реализации плана благоустройства дорогих территорий, ремонту дорожного покрытия, там, где особенно требуется этот ремонт. Мы приступаем к тем приоритетным и самым таким злободневным проблемам, которые будут решаться в ближайший период.